Объединение и кооперация. Вот основные тезисы спикеров пленарного заседания ВФ-2024. В нем приняли участие президент России, заместитель председателя Китайской Народной Республики, а также премьер-министр Малайзии. С подробностями из Владивостока наш собственный корреспондент Татьяна Шевчук. Ключевое событие Восточного экономического форума – пленарное заседание под руководством президента России. В зале и на сцене российский Кабмин, ведущие эксперты, политологи, международные обозреватели, лидеры государств. В выступлениях концентрация того, что звучит на ВФ все эти дни. Ради общего будущего и развития необходима кооперация и объединение стран на равных и взаимовыгодных условиях. Здесь своим флагманом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль которого колоссально возросла, Россия видит Дальний Восток. Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь 21 век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь. Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике. Тогда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Дальневосточные регионы сегодня дают прямой выход на ведущие и самые перспективные рынки. Поэтому их развитие сегодня в стране самое пристальное внимание. А площадки ВФ помогают вырабатывать актуальные инструменты для улучшения жизни в макрорегионе. Современный вектор здесь на параллельное развитие экономики и инфраструктуры. Сегодня, чтобы территория оставалась привлекательной, в том числе и для инвесторов, недостаточно только заводов. Нужны и качественные условия для жизни. Форум помогает их улучшить. Восточно-экономический форум привлекает визионеров и лидеров со всего мира. И это понятно, поскольку Северо-Восточная Азия, в которую входит и российский Дальний Восток, является регионом динамического развития экономики и огромного потенциала. На долю региона приходится около пятой части мирового ВВП. Форум, как и 9 лет назад, продолжает способствовать содержательному диалогу и сотрудничеству регионов и стран. Объединению и совместному развитию посвящены сотни сессий. С модераторами ключевых направлений президент России уже провел отдельную встречу. Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы. Вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно. И даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитета и кончая федеральным правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока. Представители иностранных делегаций отмечают, что сюда, на Дальний Восток, смещается центр глобального развития и построение современных международных отношений, где ценится независимость и мнение каждого государства. Китай – ключевой партнер России на востоке страны. Фраза, которая на ВВП в этом году звучит как «никогда часто», но подтверждение, которое уже много лет в цифрах и статистике. А здесь говорят о будущем, конкретных проектах, подписании контрактов и инвестициях, причем взаимных. Современные геополитические реалии только ускорили развитие отношений двух стран. Сейчас, помимо количественных показателей, Россия и Китай активно работают и на качество. В последние годы, благодаря таким важным площадкам, как Восточный экономический форум, Гуандунская ярмарка, Китайская российская выставка и Петербургский экономический форум, Китай и Россия все чаще налаживают более тесные контакты на всех уровнях и участвуют в научных и технологических инновациях, в трансграничной электронной торговле. Сотрудничество в новых областях, таких как автомобилестроение, искусственный интеллект и зеленое развитие, находится на подъеме. Как сделать это сотрудничество еще более эффективным и взаимовыгодным? Укрепить диалог со странами-участниками международных объединений? Все это ключевые вопросы, обсуждаемые на форуме. О его итогах доложат президенту России, чтобы в кратчайшие сроки выработать механизмы дальнейшего развития макрорегиона. Татьяна Шевчук, Алексей Шабельников, CGTN, Россия, Владивосток.